приветствую всех на канале глянем что небольшой такой посылки они большие посылки у нас микросхемы сразу обратим внимание что они вот таком неряшливым то есть не заводской упаковки пришли это подозрительно на алиэкспресс очень много подделок я уже много видео снял по подделкам фейкам вот и микросхемы этим страдает особенно силовые микросхемы где проходит приличный ток там нужные металлы и металлы они не кладут как говорится не используют все равно закрыты не увидите вот и тревожно также то что надписи тут совершенно разные то есть получается это разная сортица разносортица будем надеяться что это бушные к бы ну откуда у них бушный да вот микросхема тут видно ножки такие уже поржавевшие вот и соответственно уже подозрение на эту микросхему что делаем делать надо будет тестовую плату делаю такие тесты платы устанавливаем и красивые прямую лоб проверяя их к не только работоспособность но и качество схема нашел в интернете с дата шита снятая на принципе точно по ней и поэтому не должно быть особых проблем вот уже плата собрана очень много деталей это старая микросхема которая применяется применялась раньше во многих колонках и так далее небольших дешманских устройствах гаджетах для всей как усилитель стереоусилитель вот поэтому и как бы обвязка тут тоже получается такая громоздкая очень много конденсаторов мы видим до деталек таких массивных больших вот потому что тут 1000 микрофарад их три штуки по 1000 микрофарадные тоже немаленькие вот такой это болезнь старых микросхем очень большая обвязка и кроме того качество их тоже бывает вызывает большие сомнения потому что в лучшем случае это какой-то был худшим это просто фейк берут какую-то микросхему похожую собирают ну корпус одинаковый и потом как бы меняют надпись и соответственно получается фейк и отправляют продают нам за большие деньги дурят нашего брата так что сейчас мы все это протестируем и проверим как это работает как установить такую микросхему стандартную кроватку очень просто надо удалить средний перемычку вот вот здесь она между средними двумя контактами перемычки она будет мешать там у него ножки с двойные все готово для тестирования подсоединил динамики самодельные источник звука mp3 тоже самодельный на 3d принтере распечатанный так сейчас подключим напряжение и посмотрю как он работает вот подаем на вход напряжение и на на выходе у нас так включать какой звук тут наверно громкость надо подработать что-то не очень шумы большие напряжение по моему на входе маленькая работают неважно напряжение увеличил вроде лучше стало в общем на на вход и подают 9 вольт но так оптимально более низкие напряжение у нее что-то не очень работает так нагрева нет опять что-то не то тут явно что-то это не объясняется тем что фильтр и плохие хотел я эти микросхемы значит использовать для ремонта потому что у меня такие попадаются микросхемы в старых колонках гаджетах 90-х годов прошлого века вот и соответственно приходится менять приходится менять они часто перегорают вот и приходится их заменять но не получится ничего я так сделаю вывод что они все фейковые вот возможно какая-то другая микросхема ее просто переделали перебили надписи и все одна микросхема вообще паленая то есть она коротит вовсю внутри это говорит о том что если даже одна есть такая что это вообще ну партия такая бракованная к сожалению вот так получается поэтому нужно тестовые платы практически всегда собирать спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал будет много интересного пока пока